Тогда вопрос, естественно, вытекает отсюда. Религии мира какие-то из существующих доминируют в вашем, как бы, мировоззрении? Или вы чего-то синтетического притяжите? Значит, отвечаю. Религио в переводе с латыни на русский означает связь. То есть, если говорить точно, то религио — это связь с Богом. У нас под религией понимаются религиозные конфессии, то есть ритуалы общения с Богом, то есть культы всякие, так сказать, как и так далее. То есть в этом смысле мы не придерживаемся никаких конфессий. Мы провели сравнительный анализ всех священных писаний без исключения. Ну, обладая вот развлечением, пониманием, мы можем ошибаться, то есть мы не претендуем на истину, но мы высказали свое отношение. И если в целом сказать, то ситуация складывается так. Вот эти вот глобализаторы, которые управляли человечеством, когда появлялись пророки, значит, ну, так скажем, люди, которые предсказывали будущее и все, они, конечно, отслеживались вот тогдашними силами Запада, мировой закулисой. И если эти люди говорили что-то неприемлемое вот этому мировому правительству тех времен, то это мировое правительство подделывало их учения под свои интересы. Вот это, в частности, если приводить пример, произошло с учением Иисуса Христа. Значит, известно же 65 апокрифов, значит, где, ну, говорится то, о чем проповедовал Иисус Христос. До нас дошли только четыре Евангелия. Евангелие в переводе на русский означает «благая весть». То есть у нас есть благая весть от Марка, Матвея, Луки и Иоанна. Мы говорим, а где благая весть? От самого-то Иисуса Христа. И когда нашли вот одно в библиотеке Габсбурга в Вене, другое в Ватикане, значит, там оказалось совсем не то. И вообще вот догмат о Святой Троице, если говорить. Значит, так вот, когда Иисус Христос стал Богом, сначала его же не считали Богом. На Никейском соборе в 325 году собрались 227 иерархов, и большинством голосов, как на партийном собрании, значит, 225 проголосовали за, а два против. Но ячейка постановила, Иисус Христос стал Богом. Но он же не Бог. Поэтому вот эти вещи мы раскрыли. Более того, я вам сошлюсь на западные источники. Вот западные источники, это в частности Умберто Эка, знаменитый оккультист и философ, лингвист. Значит, вся вот молодежь от него, так скажем, тащится, все философы. У него фильм есть «Имя Розы» и книги. И вот «Маятник Фуко». Он приводит в общей газете такую цифру. 17% людей, читающих Библию от начала до конца, сходят с ума. Почему? Потому что сознание вступает в противоречие с подсознанием. То есть в одной части Библии человек читает «Не убей», Бог сказал. В другой он читает «Иди и вырежи всех младенцев» и так далее. И он думает «Ну, елки-палки, как же так? Где же Бог?» Значит, в одной части Библии он говорит «Не укради», а в другой части «Кради, но мягко, с помощью ростовщичества». Ну и так далее. Значит, далее вот есть пророчество Соломона и есть пророчество Исаия. Значит, кстати, чтобы у людей не было смущений, в западных изданиях Библии пророчество Соломона изъято. Почему? Потому что я сейчас не буду раскрывать, я квинтэссенцию скажу, хотя могу и, так сказать, и процитировать. Пророк Соломон, он говорил, что Израиль того времени ждал Мессию. То есть люди жили плохо, и они вот Мессия придет и, значит, нам принесет тут, и мы будем жить хорошо. И вот Соломон говорит «Ждем Мессию», а его все нет. Придет он, и он, значит, будет испытуем, но Бог не отдаст своего посладника на поругание. И каждый человек за свои грехи будет отвечать сам. Исаия через некоторый период времени пророчествует «Ждем Мессию», его все нет. Придет он, он будет мучен, эстезуем, и Бог будет предан мучительной смерти. И поведут его, как Агнца на заклание, и, значит, Бог его отправит, значит, предаст мучительной смерти. И возьмет этот мученик все грехи наши на себя. То есть вот в Библии два пророчества. То есть один Бог по Соломону, когда Бог не даст своего посладника на поругание, и каждый человек за свои грехи должен сам отвечать. А другое пророчество Исаия. Значит, когда мы задали этот вопрос, вот иерархии, там шок. Владимир Владимирович Путин задал этот вопрос монахам в Аллаамском монастыре, там, а вот был просто шок. Потому что, а что отвечать? И вот я вам, телезрители, уважаемые телезрители, задаю вопрос. Как вы считаете, даже вот один из этих вопросов, каждый человек должен за свои грехи отвечать перед Богом? Или кто-то один, там, возьмет все грехи на себя? Ну, вот этот, так сказать, ответ, я думаю, очевиден для нормальных людей. Второй вариант очень похож на обряд с козлом отпущения. Да, ну, правильно. Продолжение следует...